В США призывают создать противоракетные космические сенсоры. Военное руководство США продолжает призывать к созданию сенсорного слоя в космосе, который бы позволил обнаруживать и отслеживать баллистические и гиперзвуковые ракеты. Кроме того, необходимо модернизировать уже существующие сигнальные и разведывательные системы. Во вторник перед Сенатской комиссией по делам Вооруженных сил выступили глава стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтин и глава Северного командования ВС США и командования Воздушно-космической обороны североамериканского континента генерал Терен Сашинеси. Они заявили, что морские радиолокационные установки могут быть использованы для обнаружения ракет, угрожающих Штатам. Нам необходимо вложить наши знания в повышение общей осведомленности об угрозах. «Прямо сейчас нам нужно инвестировать в комплексную систему подводной разведки и противолодочного наблюдения, которая почти атрофировалась за последние годы. Она играет важную роль для безопасности континентальной части США», — сказала Шанеси. «Технология» была разработана в 1950-х годах. Тогда она использовалась для отслеживания подводных лодок и сбора акустической и гидрографической информации, согласно заявлениями ВМС США. Позже на базе «С» была разработана система гидроакустического наблюдения, которую и собираются модернизировать. По окончанию Холодной войны, когда отношения между США и Россией можно было назвать относительно дружескими, по крайней мере, так преподносилась ситуация тогдашним руководствам, были убраны радары с базы ВВС «Робинс» в штате Джорджия и с аэродрома Эльдорадо в Техасе. По словам Хайтена, это резко увеличило уязвимость южного побережья США. Теперь ни один из американских радаров не отслеживает происходящее на юге. Мы устанавливаем новый радар на Гавайских островах и еще один в Аляске, чтобы защититься от северокорейской угрозы. Хайтен считает, что штатам необходимо обратить внимание на космос-пространство, где нет ни одной радиолокационной установки. В мире не так много островов. Даже если мы поставим радар на каждом из них, мы не сможем защитить всю поверхность земного шара. Поэтому нам необходимо выходить в космос, сказал глава Страдкома. Американское министерство обороны уже давно вынашивает планы по созданию сенсоров для отслеживания пусков ракет, которые можно было бы разместить в космосе. Пентагон хочет иметь возможность первыми узнавать о запусках практически из любой точки земной поверхности, согласно обзору по противоракетной обороне от 2019 года. Такие сенсоры смогут иметь гибкий план перемещения в отличие от установок, находящихся на Земле, и отслеживать полет ракеты от начала до конца. В январе президент США Дональд Трамп заявил, что в предложение Пентагона в бюджет на 2020 год будет включены затраты на создание противоракетных технологий, применимых в космосе. Телеграм-канал «Брюссельский стукач» приводит заявление военного руководства США, которое оправдывает необходимость финансирования космических разработок российской угрозой. В прошлом году, выступая перед Конгрессом, генерал Хайтин неоднократно предупредил политиков, что США не полностью готовы защитить от себя от российских гиперзвуковых ракетных технологий.